Наличные еще в ходу в России Центробанк пообещал усилить безопасность инкассаторов. Ну и сегодня же в ЦБ рассказали о новых пластиковых банкнотах. Все о них узнаем у Николая Соколова. Николай, приветствую вас. Здравствуйте, Алексей. Когда ждать в обороте? Ну, первые подарочные или так называемые памятные появятся уже в следующем году. И, кстати, Центробанк не исключает, что количество номинала будет также увеличено. Часто их называют пластиковыми. Ученые и финансисты еще полимерными. Новые денежные купюры по своему составу могут появиться действительно и в России. Заявление на Уральском форуме финансовой безопасности сделал зампред Центробанка. Из этого мы их посмотрим. Дело в том, что его знак, он впервые сталкивается с такой технологией. Но надо понимать, что все эти эксперименты, они могут привести к некоторому удорожанию возникновения банка. Вот тот самый случай, когда специалисты не предупреждают. Повторять такое можно неоднократно. Причем эти деньги можно и скручивать, а еще пытаться порвать. Эти я привез из командировки в Никарагу. Ее можно пытаться рвать долго, но бесполезно. Чаще всего подобные купюры владельцы проверяют на влагостойкость, помещая не только в воду, но и в обычную газировку. А некоторые, как видно, даже пытаются сжечь или погладить утюгом. С каждым годом список стран, использующих пластиковые деньги, увеличивается. Причем в нем, как видно, и развитые, и развивающиеся. Некоторые утверждают, подобные деньги служат значительно дольше бумажных. А это значит, что снизятся затраты на их производство со временем. Используют чаще всего полимерные материалы в купюрах. Действительно, страны со сложными климатическими условиями. Там, где много дождей или наоборот холодно. Но главный плюс и не единственный, не нужно сторожить, например, на пляже. Кошелек можно взять с собой в воду. Не тонут, поэтому очень удобно их брать с собой на пляж, допустим. Если даже вы идете купаться в океане, не нужно там кого-то оставлять, чтобы приглядывали за твоими вещами. Некоторые страны планируют полностью отказаться в будущем от оборота наличных бумажных денежных средств. И важно заметить, идея с одной стороны хороша. Можно проверить легальность покупок и снизить, например, количество краш наличности. Но эксперты компьютерной безопасности уверяют, современные хакеры стали слишком активны. Недавно МВД сообщило о банде кибермошенников, в которую входили 50 человек из разных регионов нашей страны. Украли со счетов россиян более миллиарда. Наслед преступников вышли, кстати, не сразу. Недостаточное количество специалистов для того, чтобы обеспечивать инфраструктуру поддержки цифровых валют. И второе, это, собственно говоря, риск, который вытекает из недостатка специалистов. Это киберпреступность и терроризм именно в цифровой сфере. То, что сегодня кажется фантастикой, в будущем может стать реальностью. Наши предки вместо денег, например, использовали натуральный обмен. Дом покупали, как помните, за мешок пшеницы. А еще несколько веков назад в России вовсе, в прямом смысле, использовали драгоценные деньги. Денежные знаки, они были действительно изготавливались из самых разных материалов. И самые старые денежные знаки, которые были изготовлены в Древней Руси, это были серебряные монеты. Учитывая национальный менталитет, отказаться полностью от денег, россияне вряд ли смогут. По традиции, многие привыкли их хранить под подушкой. Но, судя по новым тенденциям, через несколько лет рубли, если они станут полимерными, можно будет спрятать и в печке, и даже в холодильнике. Николай Соколов о деньгах, которые в воде не тонут и в огне не горят.